Азербайджан И совершенно новый уровень Готовности к жестким решениям Ну скорее он не был готов В глазах посторонних наблюдателей В Азербайджане шла Долгая, настойчивая подготовка Именно к этому конфликту Другой вопрос, что никто не ожидал Что Азербайджан начнет Эти боевые действия И начнет их так успешно Потому что легенды ходили самые разные Вплоть начиная от идеи коррупции Что Азербайджан тратит такие деньги На оборону исключительно Ради того, чтобы кто-то что-то отмывал Эти закупки Когда закупки азербайджаном вооружении Превышали весь бюджет Армении Многие считали То есть люди даже не понимали, куда это все идет И как это меняет качество Азербайджанской армии Конечно, многие думали, что азербайджанцы любят заниматься Бизнесом, торговлей И наращивание вооруженных сил Это один из способов Такого бизнеса Когда миллиарды тратились на оборону А в действительности это были реальные траты на оборону И даже не столько на закупку вооружения Сколько на приведение азербайджанской армии Скажем так, в современное состояние То есть способности вести современные операции То есть не так, как это было Во времен Отечественной войны И во времен Второй мировой войны Танковые колонны Как это было, мы видели Я с этим согласен Эти фронтальные столкновения Они ушли в прошлое И мы увидели войну, которую нам показывали в фильмах «Терминатор» Первые кадры фильмов «Терминатор» Это вот эти летающие роботы, дроны Уничтожающие живую силу Важный момент еще, что Азербайджан Это первая страна из постсоветского пространства Которая продемонстрировала способность проводить военные операции На уровне 21 века То есть все, что мы наблюдали все-таки в Сирии Конфликт России с Грузией Боевые действия на Донбассе Это все-таки Это 20 век Это опять же танковые колонны Это использование мин-авиации Это использование таких, скажем так Больших масс войск, как это было на Донбассе А здесь совсем другой конфликт Вы знаете, когда мы говорим о том, что Внешне, окружающие игроки Были уверены, что Азербайджан не готов Не способен ни психологически, ни в военном отношении Мы понимаем, что эта подготовка шла скрытно от глаз внешних наблюдателей И Ильхам Алии в этом признался Он давал интервью Он говорил, что вы даже не представляете На каком уровне шла подготовка Вот к этому прорыву К возвращению оккупированных территорий Действительно, так это и было И даже вот те обострения, которые были перед этим Ограниченные операции, в том числе Которые не только были на Карабахе А чуть севернее, на самой границе Они тоже еще не воспринимались Как попытка Азербайджана Начать полномасштабный конфликт в будущем И действительно, это стало неожиданностью Потому что многие, по крайней мере, эксперты, аналитики Наблюдатели были, скажем так Невысокого мнения о способностях Азербайджанской армии Но эти рутинные перестрелки Которые происходили ежемесячно Еженедельно Они усыпили бдительность большинства Конечно, конечно Заинтересованных игроков И здесь есть два момента Это что, во-первых, и армяне сами себя убедили в том Что, во-первых, азербайджанская армия Не способна решить задачи Они себя убедили, что Армения – это второй Израиль Имеется второй Израиль в том значении Военные мощи, свои способности отражать Все региональные вызовы и угрозы Вести борьбу по периметру своих границ И что армянская армия – это фактически аналог Цахал в регионе Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на наш канал И поставить лайк этому видео